Обнаружить летящий космический аппарат в воздухе непросто, но у поисковиков глаз наметан. Знают, в какой точке его искать. У спускаемого аппарата с космонавтами лишь один штатный виток, три других уже баллистический спуск. Однако все точки посадки рассчитаны, так что искать капсулу начинают еще в небе. Спускаться с высоты почти 400 километров на огромной скорости непростое испытание. Когда корабль преодолевает плотные слои атмосферы, перегрузка растет. И вот касание. Огонь под днищем. Так работают двигатели мягкой посадки, клубы дыма и пыли. Капсула на земле. Экипаж сказал первые слова экипажа, на борту порядок, самочувствие хорошее. Первым делом открывает люк. Глоток свежего степного земного воздуха. Запах полыни. Об этом в космическом вакууме можно было только мечтать. Уже потом, спустя пару часов, командир корабля вспоминал это первое мгновение на земле. С восторгом говорил о лучшем запахе на свете. Запах земли. Трудно с чем-то сравнить этот запах, но первое, что ударило, даже после того, когда открыли дыхательную вентиляцию, заслонки, не было ничего такого. Я, может быть, не ощутил. А вот после того, когда вскрыли люк, волна, мощнейшая волна палитры какого-то вкусового качества. Аппарат приземлился штатно. Правда, его немного потянуло парашютом и завалило на бок. Космонавты еще внутри, но для лучшей эвакуации экипажа его перекатывают. Так удобнее доставать экипаж из капсулы. Вот экипаж, который только что вернулся из космоса. Испускаемый аппарат, который приземлился в точно назначенное место и в точное время. Сейчас самое главное экипажу прийти в себя, ведь возвращение из космоса для них и стресс, и новое испытание. Развернули. Развернули. Из корабля достают командира Александра Самокутяева. Всегда улыбчивый, но после посадки заметно, как ему было тяжело. Бледный, вспотевший и довольный. Для экипажа это первая посадка. К ним, говорят, можно привыкнуть, однако первая помнится всегда. Конечно, у них еще в голове все вот так крутится. Но самое страшное, конечно, когда совсем плохо, когда тошнота, приодобранное состояние. Ну, судя по виду, все нормально. Я когда приземлился, я, наверное, минут 10 не мог собрать глаза вместе. То есть вот так разбегалось. Их поддерживают под руки, встречают как героев. Хотя сейчас им совсем не до этого. Заново научиться ходить, привыкнуть к столь забытой гравитации, а потом вновь готовиться к полету. Такова судьба космонавта – жить от взлета до посадки и ждать новых стартов.